Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Все изменится, пришло время перемен. Привет, друзья, вы смотрите Опиум для народа на канале Денису Микрофона. Я поначалу на каких-то странных ресурсах увидел развитие этой истории, что священник обвиняет в том, что он всячески притесняет маму погибшего бойца ОС. И понятное дело, что это ложь, понятное дело, очень такие однобокие материалы, видна пропаганда, видна такая линия и попытка привести к другому, что, мол, он храм не хочет отдать раскольникам, не хочет отдать жителям этого же села, которые отошли к Суп-Ицу. И, в общем-то, история понятная, и я не удивился, когда за нее взялся канал 1+,1. Відмовился служить панахиду за загиблим украинским воином, а матер бейця выгнав из церкви. Еще и назвал Дениса Поповича, который загинал в Донецком аэропорту, брата вбивцей. Представляете, маму выгнал из церкви, панахиду отказался служить, еще этого самого погибшего назвал брата убийцей. И никто не задает вопрос, а что вообще забыли там уже люди, которые хотят быть частью ЦУПИЦУ, и давно перестали бы частью Украинской Православной Церкви. Что же им нужно в этом храме, и почему бы там не поставить охрану? Но смотрите, к чему все сводят. Начинают все с этой мамы. Ну, понятное дело, кого не расстрогает такая история, как же обидеть мать погибшего бойца-то? Каждый день приходим, летом приносим квіти. И еще раз вітається зі своим Денисом. Син пані Надії загинув 2015-го на околиці Донецкого аэропорту. Коли на бліндаж по братиме всунула ворожа техніка, подбити її Денису Поповичу удалось, а от відойти у безопасное место – ні. Давайте сейчас не будем уходить в моральну сторону участия в операции объединенных сил, так она называется офіціально. Попробуем отойти немножко от этого і посмотреть, для чого же разыгрывається эта карта. Для чого же накручивається эта історія? Ведь ви прекрасно понимаєте, що те ж плюси і другие люди, які выдають себе за журналистов, поехали туда далеко не за этим. Они хотят донести другое послання. Гордість за сина-героя, яку поплюжить, каже жінка, не хто інший, як священник. Раскольница, там всякими словами, у мене патріотка, ну і добавляє до того ще слова. Він її обізвав Раскольницею, він сказав, що я по братовбивцю правити панахиду не буду. Ну, она действительно является Раскольницей, потому что она ушла в Раскол. Она вышла из украинской канонической церкви и стала частью другой организации с религиозным центром в Стамбуле, который называет себя СЦУПЦУ. Потому нельзя сказать, что это оскорбление, нельзя сказать обозвал, он как раз назвал вещи своими именами. И мне подумалось, ну окей, я читал те статейки в разных изданиях, которые, знаете, как грибы после дождя начали появляться, но они никто не опрашивал священника Украинской православной церкви. Никто даже не пытался получить его комментарии. Как насчет плюсов. Мова йде про гоця Миколу. Він кілька років служить у храмі села Морозівка. Ось тут. Нині без ряси, бо щось ладнав по господарству. Слова матері кіборга категорично заперечує. Николи, так, абсолютно, нет, нет, Боже мой, ну я б такого никогда не зробил. Нема такої заупокойної молитви, щоб я не згадав Дениса. То есть и Дениси молится за упокой его души. Мать никогда не выгоняла, ничего такого не говорила. Вот его слова, вот его, по сути, прямая речь. Селяни кажуть, конфлікт із ним давній. Почався ще тоді, коли парафіяни захотіли перейти з московського патріархату до православної церкви України. А вот теперь, вот он ключевой момент. Оказывается, все это так вот было лишь для красоты, для того, чтобы подготовить вас к основному. А вот оно основное. Конфликт-то давно с ним. Священник их не устраивает. Оказывается, он не захотел их хотелки какие-то исполнять. На самом деле там долгая история в этой Морозовке, потому что он как раз тот, который ушел сначала в ЦУП-ЦУ, а потом вернулся, вернулся все-таки в лоно канонической церкви. Я уже разбирал один репортаж в рамках рубрики «Товарищ Фейкин», репортаж канала «Дойче Велле», именно об этой Морозовке. И там тоже это мама погибшего человека, погибшего солдата, боевика на фронте, она фигурирует. И, в общем-то, вы можете посмотреть, вот ссылочка, она в подсказках здесь, пожалуйста, на канале. Ну а мы пока продолжим. После объединувального собора мы тут зібрались, обговорили це питання, щоб перейти в православну церкву України. У церкви зібрались, и священник согласился, значит, что мы переходим, переходим, потому что, короче говоря, збрехал нам. Відтоді біля церкви приватна охорона. В нього є москвич, стоїть, перегороджує хвіртку. Причем, заметьте, они не показывают там видео, фотографии какой-то охраны. Вот москвич. Москвич машина их беспокоит, которая перегораживает калитку. Хотят таких вот набегов, и мы знаем, что происходит в других селах, в той же Луке Мелешковской, и во многих других населенных пунктах, где силой срезают замки и захватывают храмы, как раз все эти раскольничьи организации. Священник побояется, что штурмовать, но люди готовы были и дальше бороться за свою правду без сутичок. Службу правили на улице, а коли стало холодно, у одних из сельских хат. Далее ж перейшли сюда, у примещения для бенкетов, но когда взоштовхнулися с невагою до украинских воинов, терпець урвался больше не мовчать. То есть до этого и все устраивало, все нормально, и были готовы мириться, в доме собираться. И в том же репортаже Deutsche Welle как раз и есть рассказ о том, как они дома у этой прихожанки собирались. Но здесь все, все вот наконец-то они нашли тот триггер, тот момент, за который можно зацепиться, и вот уже выгонять его, все, захватывать этот храм. Но не тут-то было, документов-то нет, ничего нет, и каких-то законных оснований для того, чтобы отжать недвижимость у канонической церкви, у них тоже нет. Да я так понимаю, священники у них суп и суп бывают наездами, хотя иногда говорят, сам Дробинка заезжает служить в их кафетерии. При згадці образ, який чула про свого сина пані Надія, не може стримати сліз, але зла священнику не бажає. Натомість планує з громадою звести новий храм, свій, український, на тій землі, яку сільська рада обіцяє виділити родині героя українсько-російської війни Денису Поповичу. От тільки б дочекатися дозволу, бо документи подали більш як півроку тому. А це вже далеко не журналистика. Во-первых, нет никакой российско-української війни. Официально є тільки операции об'єдненних сил. А во-вторых, українська церковь там є, і там є храм української церкви. Якщо ви хочете створити ще один, ваші религиозні організації, то, пожалуй, ви і дознаєте це робити. Захотіли уйти, захотіли существувати отдельно, религиозної структури – це ваше право. Але ніхто не дає вам право на імущество другой религиозної організації. Не вірте лживим СМІ, думайте своєю головою, аналізіруйте. І я надеюсь, в цьому вам поможуть мой канал Денису Микрофону і рубрика «Опиум для народа». Подпишитесь, пожалуйста.